Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Лиза Кордобовская призналась, что она влюбилась в Сашу Задойного. Мне не всё равно на Сашу, меня задевают его слова, меня обижают его поступки, мне наплевали в душу, ком в горле стоит, я не знаю, как мне вести себя с этим человеком. И как я могла подвлюбиться в такого редиску, которому, по всей видимости, на меня насрать. Ну а Саше предстоит прожить неделю с другой девушкой. Марина Мексика пишет, ведущие дали мне испытание прожить с Задойновым на Виле неделю. Что вы думаете на этот счёт? Привяжемся ли мы или возненавидим друг друга? Лиза Полыгалова съездила с Ваней Барзиковым, она его называет Ласково Барсик, на свидание. «Было волшебно», – пишет Лиза, – «с каждым днём узнаю этого человека лучше и вижу в нём много хорошего». На острове был очередной конкурс для девушек. Одна из участниц рассказывает, «Каждый день борьба и конкурсы, но мы держимся». Это был конкурс «Не будь курочкой», где мы должны были драться подушками, обмазанные маслом. А теперь перейдём к событиям на поляне. По сети ходят слухи, что Дима Дмитренко сбежал от Оли Рапунцель к обеспеченной москвичке. Но сам Дима эту информацию не подтверждает. Наоборот, он признаётся Ольге в любви. «Любимая, расстояние не разрушает наши отношения. Не обязательно видеться нам каждый день, чтобы продолжать любить. Я очень люблю тебя, приводи себя в порядок, душа моя, скоро мы вновь будем вместе». Зрители не исключают, что пишет эти посты вовсе не Дима, а сама Рапунцель, потому что раньше она так делала постоянно. Выяснилось, что Надя Соколовская уже месяц как встречается с Михаилом Терёхиным. Девушка мечтала о том, что он придёт на шоу, и они будут строить любовь на глазах у зрителей. Закончилось дело тем, что Терёхин поднял на неё руку. Надя написала заявление в полицию. Она утверждает, что Терёхин избил её на даче в Подмосковье, а также угрожал ей расправой. Терёхин, в свою очередь, заявил прессе, что не избивал Соколовскую. «Вся эта ситуация выдумана, я не избивал девушку», – сказал Миша. «Кто такая Надежда Соколовская? Мне до сих пор никто не звонил из правоохранительных органов». Элла Трегубенко, которая вместе с мужем недавно покинули проект, уже обустраивает своё новое жильё. По всей видимости, возвращаться на проект они всё-таки не собираются. Хотя Элла призналась, что их с Игорем зовут обратно на проект. Какое решение ребята приняли, Элла пока не сообщила. «Бывшая участница проекта Настя Лисова будет делать пластическую операцию. Хочу себе сделать красивый носик. Не то, чтобы мой нос мне так сильно не нравился, но всегда же хочется лучше, тоньше и изысканней». Либерш к Подону призналась, что пока боится заводить детей, хотя она их очень любит. «Люблю детей. Так сильно люблю, что даже страшно заводить своих. А вдруг не справлюсь, наврежу. Буду недостаточно внимательна или не смогу обеспечить всем комфортом». Девочки-мамули, вы умницы, что решились на такой смелый и прекрасный шаг воспитать и поднять малышей. Низкий вам поклон! На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.